Приветствую, дамы и господа! Сегодня очередной выпуск «Будни Уолл-Стрит» и, честно говоря, каждый раз, когда я готовлюсь к новому выпуску, я чувствую внутреннее ощущение такое, что мне вам нечего абсолютно рассказать. Возможно, это появляется из-за того, что я знаю то, что я вам хочу рассказать, и мне кажется, что вы тоже всё это знаете, и не хочется быть капитаном очевидности в каждом выпуске. Но, судя по вашим комментариям, всё равно какую-то информацию интересную новую я до вас доношу, может быть, крупицами в отдельных частях, но она поступает. И сегодня необычный день. Я, честно говоря, должен был выпустить «Будни Уолл-Стрит» ещё вчера, потом я решил дождаться выбора Дони Трампа как нового президента, но уже почти 20 часов по московскому времени среды. До сих пор президент США не определён. Идут ноздря в ноздрю. То один выбирается, то другой выбирается как лидер. И, честно говоря, рынки уже проголосовали, и в моменте мы это видим, и сейчас мы это обсудим. И к чему это всё говорю? К тому, что, надеюсь, вы сегодня получите эту информацию, ради которой пришли. Хотя чуть меньше я дам, скорее всего. Я, видите, всегда хочу в полчаса уложиться. Сегодня сильно много информации не будет. Почему? Потому что уже на следующей неделе, в среду, то есть вот сегодня среда, в следующую среду будет большой наш вебинар по Америке как раз-таки, по Европе, по Азии. То есть мы возьмём самые крупные компании, их, конечно же, обсудим. И там уже как раз-таки будет самое интересное. Почему? Потому что к следующей среде, надеюсь, выберут какого-то президента, и рынки немножко после текущей волатильности немножко осядет пыль, можно будет разгребать завалы, которые сейчас образовались. Потому что реагировать сейчас, в первый день, когда даже ещё не выбрали никого, там что-то метаться, покупать, это, наверное, последнее сейчас дело. Второе, конечно, мы поговорим. Я сделал себе отдельный пенсионный портфель с супер такими надёжными дивидендными бумагами. Чуть позже я про это поговорю. Но вот мы будем его тоже подробно разбирать там. Конечно же, итоги сезона отчётов. Я разобрал для вас почти 60, я ещё до разберу 60 компаний в рамках Wall Street Pro. И мы в рамках уже вебинара подробно всё разберём. Будет много что. И немецкие компании. Мы впервые, я включу немецкие компании в вебинар. Поговорим про самые те, которые интересные есть. Поговорим про проблемные сектора. То есть возьмём сектор туризма, ритейла, банки, нефтянки. Выберем самые лучшие компании и для тех, кто готов рисковать, купим это. В общем, будет много что. Следующую среду на 3 часа мы с вами хорошенько засядем за инвестиционными идеями, попробуем их помучить. Поэтому всё будет самый такой интерес в среду. Ссылку на вебинар оставлю внизу. Ну, а мы приступаем к тому, что у нас сейчас происходит. Итак, последние заголовки. Байден вырвался в лидеры во втором колеблющемся штате. Следующий заголовок буквально выходит. Трамп заявил о странностях в подсчёте голосов в Штатах Демократов. И вот, возможно, когда вы смотрите данное видео, вы уже счастливые, знающие люди, кто же выиграл в американских президентских гонках. Я на текущий момент этого не знаю. Поэтому всё, что я буду говорить сейчас, основывается на том, что я не знаю победителя. И немножко так вот, знаете, сейчас буду пытаться что-то говорить на основе всего этого дела. Итак, прежде всего, что мне хочется посмотреть. Итак, давайте посмотрим реакцию. Немножко попробуем оценить то, что происходит. Начнём вот с этой реакции. Вот я сейчас даже обновлю. Пожалуйста, карта рынка. Что у нас происходит? Значит, весь IT-сектор в космос. А вот то, что у нас внизу. Внизу у нас не биткоин. А даже уже нефтяночка вышла в плюс. А вот банковский сектор у нас в минусе. Ещё у нас идёт индустриальный сектор в минусе. Ну, сейчас мы разберём подельные акции. Значит, какого, кажется, кипариса растёт Google плюс 7, Facebook плюс 7? Да, и даже Microsoft с Apple куда-то там и Amazon растут. Значит, откуда ноги вообще растут? Почему IT-сектор так хреначит, простите за выражение, наверх? Всё сводится к тому, что, то есть, судя по всему, IT-сектор уже знает, что Дональд Трамп победит. Раз. А если Дональд Трамп побеждает, то никаких увеличений корпоративных налогов, скорее всего, возможно, никаких разбирательств с разделением гуглов на части. С другой стороны, сейчас, если Дональд Трамп побеждает, а Сенат остаётся за демократами, значит, опять проблема с получением стимулов для экономики. А это значит, вот как раз у нас Джипи Морганы туда и валятся, что могут стимулу просто не дать. Поскольку Google с Facebook и Microsoft чувствуют без всяких стимулов всегда, ну, по крайней мере, сейчас, чувствуют себя прекрасно, они летят вверх. Реакция, конечно, бешеная, психопатичная и, ну, дай бог, как говорится, им счастья. Дай бог им счастья. Сейчас мы до них отойдём. Итак, давайте просто пробежимся по последним новостям. Вот это я теперь каждые тут полчаса обновляю, что здесь происходит. Вот Европа у нас сегодня плюс полтора, плюс 1,8, КЭК-40, Франция плюс 2 закрываются. А все растут. Уже третий день подряд ралли на рынках. Вот просто, знаете, такой вот 5 дней назад, прошлый четверг, или 5 четверг, по-моему, да, выходит локдаун, то есть карантин в Германии, в пятницу карантин во Франции, там, в воскресенье карантин в Англии, карантин там в других, в Австрии. То есть всё опять экономика закрывается, рынки рушатся, вдруг приходит у нас понедельник, и всё колом растёт вверх, колом вторник, колом растёт в среду. Ты думаешь, а что происходит? У меня такое чувство, что нас просто запустили в клинику, где лечатся шизофреники, и вот у них в четверг, в пятницу паника, они там просто умирают от панических атак, а в понедельник, вторник, среда, у них дикий смех, куча радости, и, заметьте, это происходит именно в крайности. Крайности падают по 2-3%, потом крайности растут по 2-3%. То есть сейчас период, когда лучше, на мой взгляд, вот у вас есть уже позиции, вот подождите чуть-чуть, отдохните, посмотрите, хотя бы вот эти несколько дней, потому что то, что творится, это абсолютно бредятина. Вот, это, естественно, период, когда лучше, то есть ставки вы должны были сделать до этого, то есть, как я писал вчера, ставки сделаны, крупье больше ставок не принимает. Всё, ставки сделаны, теперь просто смотрите, теперь просто смотрите. Сейчас вот не время принимать решение, потому что вы можете на эмоциях, потому что рынок сейчас работает только на эмоциях, и вы сейчас на эмоциях можете не туда или вместе с ним наверх встать. Вот возьмём, к примеру, с вами компанию Google, к примеру, возьмём компанию Google, посмотрите, какой сегодня рост, плюс 7%, плюс, вот просто, вот вчера он как бы торговался нормально по 1640, сегодня 1700 просто, вот так вот, знаете, притом никто не знает ещё, кто выиграет. Заметьте, неизвестно, Байден или Трамп, они там ноздря в ноздря, там какие-то доли процента определяют, но ребята в Google уже определили, кто выиграет, походу. То есть они уже всё знают, они уже плюс 7, они настолько, блин, уверены, охренеть, как они уверены, что кто-то из них победит. Блин, вот откуда? Вот. Цирк Шапито настоящий, ребята, цирк Шапито. И вот смотрите, вот до этого Google также рос, вот сейчас вы побежите вместе с этими баранчиками покупать всё это дело. Давай, быстро покупай, 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 пока не... Знаете, такая ажиотаж такой идёт. А потом как бы не было так, что вот вы тут купите, а завтра будет вот это. Да, вот завтра будет вот это, и вот уход на 20% вот сюда вниз. Вот, почти 20%. Никто не гарантировал, что завтра это не случится. Хотя, с другой стороны, вы можете сказать, а может быть завтра он уйдёт на 2000? Легко. Поэтому будьте аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Теперь давайте пробежимся быстренько по секторам. Что вообще происходит? Давайте прямо в режиме реального времени посмотрим. Итак, банковский сектор падает. Ой, что у них в головах творится? То есть, у нас один сектор в космос, другой в подвал уходит. Значит, JP Morgan минус 2,5, Bank of America минус 3%, Wells Fargo каким-то образом в маленьком плюсике. И в этом секторе, правда, нельзя их назвать чистыми банками, это Morgan Stanley и Goldman Sachs, они в плюсе. Буквально вчера купил на портфель свой Тинькофф Morgan Stanley, вот как раз в тот портфель, который будет типа дивиденды, которые не срезаются. Ну, видите, растут сегодня, блин. Блин, молодцы, молодцы, надо еще голову на туда добравить, и вообще будет счастье. Почему падает банковский сектор? Знаете, вот я не люблю объяснять какие-то такие вещи, которые, знаете, постфактум объясняются. Ну, почему вчера бы никто не объяснил, что банковский сектор будет падать, а идти расти вне зависимости от того, кто выиграет, блин. Вот смотрите, сегодня ровно столько же информации о том, кто победит, сколько и вчера. Даже вчера на Байдена ставили больше, чем сегодня. И сегодня ноздря в ноздрю. Но вот банковский валится, а это растет. Значит, возможно, из-за стимула. Да, вот я предполагаю, что из-за того, что там в Сенате будут, хотел сказать, голубые, в плане, они же, знаете, называются Blue Wave. Знаете, это такое, сейчас на Wall Street Journal Blue Wave. Это значит, голубая волна. Вот если демократы побеждают, то есть президент, получается, демократ, и сенат демократ. Вот, и они говорят Blue Wave, то есть голубая волна. Вот если сейчас в Сенате будут голубые, голубая волна имеется в виду, то президент будет красный, да, то есть в данном случае республиканец Трамп. Вот тогда у них, конечно, начнется буча, и, опять же, со стимулами проблема будет. Я буквально вот перед тем, как готовится выпуск, почитал, что там еще пишут ребята умные с Wall Street. Они говорят, что, значит, стимулов не будет, как бы экономики кирдык, роста не будет, поэтому, вот они объясняют, поэтому Google растет, а банковский сектор падает. Так я думаю, блин, а Google, что, не в Америке, что ли? И от этого ему, что, хорошо будет, что ли, Google с Microsoft, с Apple, что, как бы, экономика начнет захеревать? Но нет, возможно, вы найдете мне более понятный ответ, какого кипариса, допустим, растет Apple. У него, что, айфонов стало больше продаваться сегодня, чем вчера, а? Нет, нет. Ладно, идемте дальше. Значит, эссет-менеджеры, управляющие активами. Ну, тут самый лучший BlackRock, его я успел вчера прикупить, плюс 3% сегодня, ладно. Значит, Visa MasterCard. Visa MasterCard тоже растет, при этом Discover Financial Services, нихрена не растет. То есть не растут те, кто дает в кредит. Вот они, American Express и Discover, и Capital One Financial, они сзади, как бы. Сзади, там, впереди MasterCard, Visa, у них тут все шикарно. PayPal тоже впереди планеты всей. BX, WBB, WBB, WBB. Значит, страховщики тоже в глубокой... Ладно, бедолаге. Так, что у нас еще? О, смотрите, сектор телекомов. Где у нас точные дивиденды? А там у нас все плохо. AT&T падает, Verizon падает, бывший CenturyLink тоже падает. Вот вы, ты что падаете? И полудохлый, и он почему-то растет. Вообще непонятно, знаете? Вот есть Verizon, который, ну, более-менее, как бы, теплится. А есть Vion, полудохлый, у которого, а что это, буквально, вчера вышел, там, позавчера, там, конечно, трэш полный. Но, видимо, цена настолько низкая уже, что падать ему даже уже, знаете, уже всплывает, уже всплывает. Так, а теперь и вот US Internet. Internet, Alphabet 7, Facebook 7, Microsoft 5, Amazon 6. Боже ты мой. Ой, вот на это смотришь и думаешь, обалдеть. Ну, ладно, мы еще до этого дойдем. Ну, и еще давайте пару моментов. Почему и что? Значит, ритейл-сегмент вообще практически не реагирует никак. Наш любимый с вами, наш любимый с вами Мэйсис в минусе. Колс в минусе, Норстром в минусе. Это такие у нас магазины одежды, все в минусе. Тиффани в нуле, ничего интересного, Макдональдс растет, хотя с утра он падал. И вдруг, видимо, народ так увидел, что, кстати, Макдональдс, дождите, ребят, дождите. Макдональдс, 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 значит, Макдональдс. Я хочу купить портфельчик в пенсионерский свой. И вот как раз сейчас хорошая была точка, то есть после коррекции. То есть Макдональдс надо покупать на коррекциях. Вот она была на коррекциях, надо бы прикупить. Вот сейчас закончим. Закончу запись и, наверное, пойду куплю. Или дождаться до завтра. Просто я покупаю очень небольшими позициями. Мне как бы не страшно купить сейчас Макдональдс. Тем более Макдональдс... Макдональдс-то плохо будет, если ковид продолжится. Ладно. Дальше, значит, Магнат у нас на этом. Значит, теперь потребительские товары. Кока-кола, Пепси-кола, Проптер и Гэмбл, бла-бла-бла. Вот это всё, конечно, ну, как бы так. Ну, растёт, но не сильно. Ну, производители сигарет хорошо растут. Но там другая история совершенно. Сигареты растут не потому, что они IT стали, да, а потому, что они просто дешёвые. Потому что перепродавали их очень сильно. Кстати, подробно поговорим про табачный сектор в среду. Прямо подробно поговорим. Там есть свои темы. Ну, и Крафт Хайнс, ребятки. Крафт Хайнс шикарнейшим образом отчитался. Буквально на прошлой неделе. Просто красавчик. Походу, Крафт Хайнс начинает выходить из кризиса. Поэтому обратите внимание. Обратите внимание. Я, говорю, подробно тоже разбирал его отчёт. Красавчики. Просто красавчики. Вот это, знаете, пандемия подняла не только IT-компания, но и Крафт Хайнс. Но и Крафт Хайнс он тоже выигрывает. А Кока-колу, наоборот, чуть-чуть подтопили. Ну, и, ребята, Форд, Форды, Форд, Женрека уже всё. Вы, кстати, видели, да, что там случилось с автомобильным сектором? Это же просто трэш. Это же трэш, трэш. Знаете, GM выше, чем на пандемии. Форд. Форд ещё не выше, чем до пандемии, но уже практически. И это с учётом того, что эти ребята в момент пандемии... И давайте скажу такое очень плохое слово, простите меня. Они обосрались. Слово обосрались прямо чётко говорит о том, что произошло с автомобильным сектором во время пандемии. Они порезали, отменили дивиденды, потому что они обкакались. Теперь котировки на том же уровне, где до ковида, но дивидендов нихрена нету, а котировки там же. Объясните мне, чё, после пандемии будет лучше на машинах, что ли, ездить? Почему котировки GM на уровне даже выше, чем до пандемии? Мы чё, больше машин сейчас будем покупать, бежать? Это, может быть, подшартить GM-ку, подшартить? Ну, про Теслу я тут чё мне говорить. Тесла, кстати, отчёт был хороший. Вот реально хороший был отчёт. Правда, у Форда тоже он был хороший, но это был один хороший. После двух очень плохих отчётов. И Форд там, конечно, два квартала просто истекал кровищей очень серьёзно. Его закрыли, его кровотечение только в третьем квартале. И сразу вылетели наверх. Так, новости не выходят тут, я просто проглядываю, может, там Трампа уже выбрали. Кстати, а кто для нас лучше, Трамп или Байден? Давайте, ну, так просто. Значит, Трамп хорош тем, что якобы должен нефтяночку поднять. Он за нефтяночку, он за средний класс, он за рабочий класс. А Байден, типа, плохой парень, он ненавидит Россию. Он хочет зелёную энергетику. А, кстати, ненавидеть Россию и зелёной энергетикой тождественно. То есть, если ты любишь зелёную энергетику, то ты должен ненавидеть Россию. А если ты любишь нефтянку, то ты должен любить Россию. Да, получается, у Трампа любишь нефтянку, любишь Россию. Байдена ненавидишь нефтянку, ненавидишь Россию. Слушайте, хороший, кстати, такой логический момент. Надо бы записать себе, не забыть. То есть, тот, кто ненавидит Россию, значит, он ненавидит то, на чём Россия зарабатывает. Ну ладно, хорошо. Так, немножко пробежались. Ну так совсем, я просто в режиме реального времени смотрю, вижу, какой-то абсолютно бредятина творится. Бред. Бред сивой кобылы. И я просто, знаете, дайте мне грушу, я сейчас разобью об их гугловскую. Такой сегодня, напыщенный день. Ладно, немножко надо остыть. Немножко полезности рассказать вам. Смотрите, вы, наверное, знаете, что я для анализа отчётов использую свои таблицы. Вот такие таблички, где я ввожу данные и уже вижу, что происходит по квартально с компанией. То есть, для того, чтобы делать какой-то анализ, я вот использую такого типа таблицы. Есть годовые данные, где я смотрю, есть квартальные данные, где я смотрю и так далее. Вот чтобы, когда ты забиваешь такие таблички, чтобы по квартально каждую компанию не смотреть их отчёт, есть возможность это всё забить в одном месте. Кстати говоря, вот Эбви сделал сегодня Эбви. Сегодня плюс 9 процентов, блин, растет. Плюс 9, вот просто на ровном месте. Вот вчера Эбви стоила, сколько она стоила, там 87 долларов, сегодня уже 96, вот просто на ровном месте. Вся фармацевтика просто в космос. Блин, что поменялось? Президент не поменялся. Никто не знает, кто будет президентом, а уже плюс 9. Ладно, значит, Black Terminal, я вам уже про него много раз говорил. Здесь появилась функция «Поквартально». То есть теперь для заполнения таблиц можно залезать сюда, вытаскивать поквартальные данные. Единственное, что здесь еще Эбвида, не совсем верно считается, потому что скорректированную Эбиду очень сложно посчитать роботом, потому что здесь это все робот забирает. Вот. А остальное все вроде верно. Ну, опять же, скорректированную чистую прибыль тоже придется, единственно, руками перебивать уже с самих отчетов. Но, слава богу, здесь можно прямо скачать этот отчет и получить, вот, пожалуйста, скорректированную чистую прибыль. То есть далеко ходить не надо, здесь было удобно. И еще одна вещь. Уж простите, я должен прорекламировать своих друзей, потому что они сделали шикарную вещь. Это новый календарь. Это новый календарь. Честно говоря, я раньше пользовался двумя календарями, теперь я пользуюсь одним календарем и только этим. Почему? Смотрите. Просто фокус. Я думаю, вам будет удобно. К примеру, вы в понедельник такие думаете, кто на этой неделе будет отчитываться из моих компаний? Будет ли кто-то? Ну, я начну с Мосбиржи, потому что многие торгуют на московской бирже. Мосбиржа. Открываем. Нажимаем Мосбиржа. Теперь на неделю. И теперь я хочу посмотреть, кто будет, ну, чисто финансовый результат у кого. Оп, я вижу Детский мир, Аэрофлот, там Qualcomm, там вижу Аэрофлот РСБУ, вижу, что Мосэнерго это МСФО. А дивиденды добавим теперь. Хап, дивиденды появились. Ага, кто там будет платить дивиденды? Apple, кстати. Это, видимо, потому что он торгуется на московской бирже. И последнее, допустим, заседание Совета Директоров. А зачем нам заседание Совета Директоров? А потому что мы видим, вот, допустим, ГМК Норильский Никель. Заседание Совета Директоров, пожалуйста, по дивидендам. Юнипро, по дивидендам. То есть мы можем уже с вами делать некий прогноз по дивидендам. На следующей неделе будет Совета Директоров? Не будет на следующей неделе Совета Директоров, но зато видим, кто отчитается. Сбера читается у нас, и Юнипрошка по МСФО читается, ну так далее. Не нравится Мосбиржа? Убираем, пишем Нью-Йоркская фондовая биржа. Бамс, шлёп, совет, кстати, у них там бывает? Заседания, нет, заседания советов директоров бывают, только они что-то вообще решают, даже тут нету. Пожалуйста, берём Америку, также смотрим в понеделем, когда вам удобно. Хотите по дню, вот когда в день кто там отчитывается во сколько и когда, плюс есть прямо прямая ссылочка на компанию, которую вы хотите. Поэтому пользуйтесь, добавляйте вкладки, у меня она всегда за, всегда здесь во вкладочке, трейдинг, Россия, и здесь у меня есть календарь и инвестор, вот он уже в избранном себе добавлен. Поэтому, ну как не прорекламировать, хороший сервис, тем более делают люди, которые хорошо знают, поэтому не обессудьте. В прошлый раз я говорил про Кирилла Морозова, надеюсь, вы подписались, и что-то полезное оттуда вытащили. Но сегодня я говорю про календарь инвестора, и вообще откуда брать данные для таблиц, которые вы используете. Теперь давайте перейдём к финальной части нашего сегодняшнего забега, потому что сегодня какой-то трэш, и тут что-то конкретное, прямо вот, знаете, вам говорить, покупай это, покупай это, ну, нереально. Значит, что вышло? Значит, Uber вместе с Lyft, это американский сервис, хотя Uber вы знаете и так, значит, они что сделали? Они за 200 миллионов долларов, вот мне нравится Америка, смотрите, они говорят, они, то есть, кстати, Калифорния, если вы помните, значит, сказали, что водители Uber и Lyft, это как бы должны быть сотрудники, да, то есть со всеми причитающими пособиями, по безработице, минимальный оплат труда за каждый час отработки, ну и так далее. То есть они должны быть полноценными сотрудниками, а не так называемые контракторами. Ну, в Америке контрактор, то есть как у нас в России, это условно ИП, да, которым ты платишь просто денежку, он платит сам за себя налоги, и это его проблемы. Вот, в России, кстати, тоже это удобнее, но там они тоже хотели сделать, чтобы платили все налоги за него работодателя. Значит, в итоге, как написано, ride-sharing компания, да, вот эта, значит, она потратила 200 миллионов долларов, чтобы поддержать предложение номер 22. Потратили, то есть они просто взяли 200 миллионов долларов, всем распихали в трусы, кто будет голосовать, и проголосовали всем, кому распихали, чтобы разрешить компании Uber и Lyft не нанимать водителей такси, как сотрудников, но как бы заставили их платить какую-то минимальную там таксу, и льготы на, дали льготы, чтобы они давали льготы на health care, то есть на страховку по здравоохранению, да. Простите, у меня уже заплетается язык. За 200 миллионов долларов. Представьте вот так, Яндекс, потратив 2 миллиарда рублей, смог протолкнуть законопроект. Вот такое можете даже придумать, что-то пришло. То есть Яндекс по 2 миллиарда потратил, чтобы пропихнуть законопроект. Мне кажется, они там всех, всех деньгами просто засыпали, кроме сотрудников Uber. Ну ладно, на этом фоне что у нас? Что у нас на этом фоне? Uber, Uber, ребятки, у меня он есть в портфеле. Uber, Uber. Вчера, правда, я продал на Тинькове, купил, слава богу, вчера купил на американском брокере. Вообще у меня такой, сейчас я расскажу, переезд идёт активов из одной стороны в другую. Сейчас расскажу про гринкарту, про всё-всё-всё-всё-всё. Ну вот Uber плюс 15. Вот просто на одной новости. Знаете, как будто Uber работает только в Калифорнии, и вот только там плюс 15. Ну там до кучи совсем, да, лифт плюс 12. Боже ты мой, боже ты мой, куда катится? Следующая важная новость, кстати говоря, очень может быть полезной. Это отмена IPO компании, ну можно сказать, Alipay это называется Ant, да, то есть Ant это у нас муравей, то есть Alipay. Это должно было быть самым крупным в мире IPO, 34 миллиарда долларов. Притом, знаете, у нас есть такая компания, которую IPO проводит в России, которая помогает. Это компания под названием, под названием Freedom Finance. Вот, компания Freedom Finance. И они отказались участвовать во всём этом, потому что якобы, пришло мне такое письмо, что там давали десятый что ли, или там двадцатые плечи что ли. То есть, если там китайцы хочет участвовать в IPO компании Ant, да, вот этой, то ему даже, имея там на руках тысячу долларов, можно там, не знаю, на 10 тысяч, на 20 тысяч долларов подать заявку. То есть, они с плечами давали покупать IPO. Чуть-то какой-то бред уже, да, то есть там, видимо, в Китае, но там, видимо, в Китае ребята из Центробанка пришли, понастучали всем по голове, сказали, вы же совсем тут охренели, да. Во-первых, десятые плечи, это первое. Второе, объявили, что Ant залезла на банковский сектор, при том не хочет отчитываться как банковский сектор, а хочет лайт-версию иметь. В итоге, вы знаете, да, ещё там тёрка есть между Джеком Ма, который владелец Алибаба, и КПСС, да, там местной коммунистической партии Китая. Да, то не КПСС, а коммунистическая партия Китая. Это что, КПК, что ли, получается? Как карманный персональный компьютер. Да, КПК, получается. Вот. И там, с другой стороны, JD.com есть такой, да, который с КПК приходит. И вот они сейчас там бам-бам-бам-бам-бам-шлёп. Ну, странно, что не завалили ещё Алибабу, если имеют такой вес, да, потому что всё-таки коммунистическая партия Китая мощный инструмент такой. Могли бы и подмять под себя. Мы, видимо, как-то договорились, нашли баланс всего этого интересов. И что нам-то до этого, да, скажем? Ну, и нет, нет IPO, да нет IPO. Ну, и как бы хрен с ним. Смотрите, что с бабой происходит. Баба. Вчера на этой новости баба отвалилась на 8%. Что сделал я? Естественно, купил. Естественно, докупил. Потому что баба сейчас стоит всего лишь каких-то жалких 772 миллиарда долларов. Ну, то есть, это вообще ни о чём. В нынешних, когда деньги печатают, и они из ушей уже лезут всех, то, вы скажете, вы из ушей всех так посмотрели в своих ушах, а там нету, да, никаких денег. Ну, ребята, деньги есть там, где они лежат. Вот они на финансовых рынках и очень много. Потому что они из банков, то есть, из Федерального резерва попадают в банк, из банка сразу попадают на биржу. То есть, они, естественно, мимо нас так проходят, мы их даже не видим, но они сразу туда отправляются. Поэтому сейчас покупают активы. Да, то есть, деньги, как говорил у нас великий наш Рэй Далио, кэш из трэш. Да, кэш это мусор, он сказал. Поэтому надуваются пузыри, потому что кэша чрезмерное количество на финансовых рынках. И вот Алибабу я, конечно, на этом всё деле купил. Не знаю, до хрена она стоит уже, но судя по тому, как столько стоят там всякие гуглы, шмуглы и эплы психованные, или, блин, ну, смотри, получается, Алибаба, которая гигантская корпорация, крупнейшая, мощнейшая, она стоит всего лишь в полтора раза дороже, чем, блин, Тесла. Всего лишь в полтора раз дороже, чем Тесла. А что такое Тесла? Ну, нет, нет, нет. Что такое Тесла? Да, будущее у него может быть хорошее, но сейчас Тесла, это по сравнению с Алибабой, это как, не знаю, муха со слоном, блин. Только муха почему-то весом почти как сосло, слона. Поэтому вот почему проваленное IPO Анто дало возможность чуть-чуть подкупить Алибабу. Так, кстати, значит, еще посмотрел недавно видео господина Солодина, да? Привет господину Солодину, если вы увидите его. Значит, он там про Китай. Была такая тема, я сейчас не буду показывать видео, потому что если я сейчас покажу видео господина Солодина, он напишет страйк на меня, и меня тут же забанит канал. Значит, чтобы этого не делать, я так расскажу, послушайте. Значит, там суть заключена в том, что там вопрос был с Китой, кто кого победит, и там пришли эксперты к мнению, что Китай скоро Америку завалит, короче. То есть, получается, наши инвестиции, которые мы делаем в американские компании, на горизонте следующих 5-10 лет, 5-10 лет, все погибнут, единственное, кто выживет, это китайцы. Ну и, соответственно, надо покупать китайские компании. Поэтому со следующего года под козырек и пойду искать китайские компании для того, чтобы вы могли инвестировать в китайские компании. Ну, там с отчетностью обычно не очень все хорошо, но раз китайцы победят, это говорит эксперт, господину Солодину вопросов нету, просто нам эксперт сказал, Китай завалит, значит, надо покупать китайские компании. Так, ну и последнее, последнее сегодня напоминаю. Значит, что сделал я? У меня последний был переезд, я сейчас перевожу. Я решил сделать такой микс небольшой с Тинькова, акции, такие как Google, которые у меня были. Помните, вы там, ну, кто в Тиньков подписан, там говорили, что я покупаю Facebook по хаям, Google по хаям. Ребята, покупая Facebook и Google по хаям, вы всегда получаете второй хай в подарок. Это надо запомнить, потому что сейчас такой трэш психопатичный, психоделика идет, что все лучше покупают, знаете, у вас будет супер-мега-надежная дивидендная компания, она нахер никому сейчас не нужна, просто от слова нахер не нужна. Всем сейчас нужно что? Хайп. Вот это слово хайп. Понимаете, вот слово технология должно быть. Оно должно быть что-то в интернете. Не важно что. Какой-то будет, не знаю, ну что у нас будет. Нефть. Нефть будет в интернете и все, она будет сразу стоить 200 баксов. Понимаете, нефть в интернете 200 баксов. Сделайте стартап. Стартап называется нефтяной интернет, блин. И все. Типа, перекачиваем нефть по интернету. Типа, у нас не MLP компания, не транспортная компания, а мы через интернет транспортируем нефть. Ну вы будете как бы загружать ее в бочки, но будете как будто и в интернете сделать такой, знаете, красивый картин, который будет типа показывать, как нефть идет там. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот. Так вот, я решил, поскольку Тинькофф я использовал для инвестиций в, в основном, конечно, американские, там есть российские, правда, но в основном американские IT-компании, портфель вырос, вот вы сейчас, кстати говоря, его видите, плюс 60, 60, 62 процента. Объем портфеля от миллиона рублей, ну сумму называть не буду, там уже умельцы посчитали, сколько там миллионов рублей. То есть портфель не маленький, не сказать, что он какой-то супер большой, там эндоколичество миллионов рублей проинвестировано было в IT-сектор. Сейчас я этот портфель закрываю постепенно и перевожу к американскому классическому, как там, ванильному брокеру. Почему? Потому что Тинькофф говорит, что если ты, Дмитрий Николаевич, допустим, хочешь купить компанию Marvel, это производитель чипов, семикондактор, да, то нужно это делать от трех тысяч. При том, что я квалифицированный инвестор, в Тинькове я даже специально для этого получал. Он говорит, видите, Дмитрий Николаевич, ну не мелочитесь. Если уж хотите в какой-нибудь стартапчик зайти, ну, Marvel не стартапчик, но если я захочу потом в стартапчик зайти, ну, как бы, ну, от трех косарей. Это по нынешнему уж курсу, как бы, кусающийся. Двести сорок тысяч рублей просто в стартапчик, сходу так вот, ну, не очень хочется. Я не люблю сразу так вот заходить так сразу вот от трех тысяч. Хочу от одной акции. Хотя бы от тысячи долларов. Вот у них было, я согласен. От тысячи долларов готов покупать. Ну, а ребята подняли ставки, потому что, видимо, руками каждую эту сделку обрабатывали для меня. В том же Interactive Brokers прямо не сомневаюсь. То есть, был Тиньков, ты подаешь заявку, она висит там, не знаю, 5-10 минут, потом, наконец, трейдер ее исполняет. Скорее всего, он просто заходит в терминал Interactive Brokers, начинает нажимать кнопочку «Исполнить». Вот как бы нахрена мне это? Я просто к американскому брокеру переехал, да, и там буду спокойно сам, по одной акции сам себе покупать. Вот, а здесь? А здесь я заведу портфель пенсионера. Русского пенсионера с американскими акциями. Поэтому там будет большой список крутых, на мой взгляд, крутых бумаг, которые должны платить дивиденды вне зависимости от рыночных циклов. Поэтому этот портфель мы подробно с вами рассмотрим в среду следующую. Приходите, я думаю, будет интересно. Ну, а те, кто подписан на меня в Тиньков Пульс, вы сможете в режиме реального времени наблюдать мои сделки. Блин, главное теперь с этим портфелем не укатиться вниз, потому что я меняю парадигму из IT супер, как вы сами видите сейчас, растущего гугла. Да, я в этот портфель запихиваю Кока-Колу стагнирующую. Да, теперь я уже хрен получу по этому портфелю 62%. Правда, и у нас рубль девальвируется темпами по 30% в год, поэтому, я думаю, минимум 30% будет. Вот так вот. На сегодня, наверное, все. Не забывайте, дамы и господа, что в следующую среду у нас будет большущий выбиратель. Там вот подробно поговорим уже по секторально, по каждому сектору, по дивидендам, по всему. Ссылку внизу оставляю. Не забывайте, что добавляйте в избранный себе календарь от Black Terminal, чтобы он у вас был. Ссылочку тоже внизу прямо оставлю, чтобы мимо не проехали. Ну и, простите, сегодня много проболтал лишнего, потому что реально неопределенность большая, и что-то вам сейчас советовать, это как-то грех на душу брать. И простите за сегодняшние глупые шутки, но у меня уже, видите, истерический смех, потому что я абсолютно не понимаю, что это бредовый рынок сейчас делает. В моменте, по крайней мере. Через пару дней, я думаю, разберемся. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих выпусках и увидимся в следующую среду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok